Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и сделать это видео меня наконец-то сподвиг вот такой большой комментарий от человека с неспроизносимым ником Ицкумпшпцемш, который написал под видео о новом сезонном пропуске к шестой циве. Сначала он написал, что стратегии парадоксов отдельно и их DLC любая уделывает шестую циву, а потом еще и развернутый комментарий по этому поводу сделал. И я вспомнил, что я давным-давно вам обещал сделать подобное видео. Почему я не люблю стратегии от Paradox Interactive? Ну, несколько пояснений. Во-первых, это, конечно, просто хайповый заголовок. На самом деле я вполне нормально играю стратегии от парадоксов, и если бы я их не любил, то я бы на них просто не обращал внимания. Тем не менее, они мне нравятся намного меньше, чем любые пошаговые стратегии. Там и Цива, и Endless Legend, и Old World, и Beyond Earth. Любые пошаговые глобальные стратегии мне нравятся больше, чем любые стратегии от парадоксов. Во-вторых, вообще сравнивать популярные игры и говорить вот это лучше, а вот это хуже, тем более, что стратегии от парадоксов все равно это real-time стратегии, а я больше по пошаговым, это странно. Очень хорошо, что есть различные стратегии, и мы можем получать удовольствие и от Европы Универсалис 4, и от Стеллариса, и от Сидмейерс Цивилизейшн, и от Endless Legend, например. А еще и Old World и Humankind нас ждут, то есть пиршество для любителей глобальных стратегий большое. И ограничивать себя, и вот так вот говорить, что вот эти лучше, а вот эти хуже, неправильно. В этом видео, хотя это скорее даже больше подкаст, потому что я тут мало вам буду что показывать, я скорее хочу объяснить свое отношение к играм от парадоксов и, возможно, даже для самого себя систематизировать мою вот эту не такую большую любовь к той же Европе Универсалис по сравнению с Сидмейерс Цивилизейшн. А комментарий этот я буду использовать как, знаете, такой триггер или план ответов на вопросы. Ну, во-первых, я считаю игры от парадоксов не стратегиями, а больше ролевыми играми, где вы отыгрываете роль либо государства начала возрождения, как в Европе Универсалис, либо какого-то средневекового провиделя, как в Крузейдерс Кингс, либо вообще Повелителя Вселенной, как в Стелларисе. И я отношусь к этим играм не как к стратегиям, где надо побеждать, а именно как к ролевой игре. И я думаю, что большинство играющих в эти стратегии также к ним и относятся. Поэтому мне всегда странно читать вот подобные комментарии, где мне пишут, что эти игры глобальнее Цивы практически во всех сферах. Во-первых, это просто, опять же, нереально сравнить. Как вы можете написать на игре, наша стратегия на 13,6% глобальнее, чем другая стратегия? Как вы это вообще определяете? По количеству механик? По количеству цифер? Вот это, кстати, вторая претензия. Люди почему-то думают, что стратегии от парадоксов, они типа глобальнее и типа глубже только потому, что в них намного больше циферок, чем в той же Циве. Глубина определяется не количеством каких-то слоев, которые добавляют еще столбец вот в эти экселевские графики, а как эти механики друг с другом взаимодействуют и выводят стратегию на тот или другой уровень. Кстати, не зря стратегии от парадоксов еще называют игрой в экселевскую таблицу, потому что каждая новая механика в этих стратегиях как раз не глубину добавляет, а дополнительная необходимость запоминать какие-то цифры. Что такое глубина? Вот просто, опять же, с примером к Seedmare Civilization 6 перейдем. Первый уровень. Вы ставите город, в котором есть ресурс, который дает вам культуру. Я не помню, шелк, предположим, да? Одну культуру вход. Второй уровень этого, это то, что вот эта одна культура позволяет вам быстрее открыть цивик. Третий уровень, что этот цивик дает вам определенное правительство, которое вы примите, и оно будет влиять на вашу цивилизацию. И вот так вы все глубже и глубже в стратегию заходите, потому что механики взаимодействуют друг с другом. При этом в циве как раз намного проще эти цифры представить реальными событиями. В стратегиях же от парадокса, ну, добавили они механику благочестия, предположим, да, в Европе Универсалис, которая, ну, предположим, на счастье влияет. Я, честно говоря, просто не помню. Больше благочестия, меньше вероятность, что город отвалится. Но это все выглядит в цифрах, и у меня просто не получается представить в этой области себе там каких-то благочестивых крестьян или рыцарей, которые все больше верят в Бога, и поэтому в вашей империи будут себя лучше чувствовать. Это скорее вопрос воображения, что вот в этих стратегиях у меня получается поверить происходящему, в стратегиях от парадокса Interactive нет. При этом самое отвратительное, что есть в этих стратегиях, это покраска карты. Это еще тоже другое название этих стратегий. Игра в контурные карты. У кого в школе они были, наверное, вспомнят. Не знаю, как сейчас в современных школах есть контурные карты, нету. То есть, если война, вы просто постепенно захватываете области, перекрашиваете их в свои цвета. Чем больше областей, тем вы круче себя чувствуете. Понятно, что это скорее просто недоработанная механика, и не про это должны быть игры. Там даже Европа-Универсалис, вы не должны захватить весь мир, хотя это очень прикольно, начать ацтеками, предположим, да, потом захватить всю планету. Но на самом деле вы должны отыгрывать ацтеков. То есть, вы сначала такие воинственные племена, которые порабощают другие индейские племена, а потом еще приплывают белые чуваки и пытаются вас сколонизировать. Вот вы отыгрываете, как бы меняете историю и не позволяете, например, тем же испанцам захватить ацтеков. Это ролевая стратегия, и вас никто не заставляет полностью захватывать весь мир. Но все равно эти механики, которые внутри стратегии от Paradox Interactive, мне не помогают верить в происходящее. Прекрасный пример, по-моему, Stellaris, который сейчас совершенно другая игра по сравнению с тем, что была на старте, и из которой опять сделали ту самую стратегию от Paradox Interactive, потому что изначально она была все-таки оригинальной, интересной. И самый классный пример, это вот это недавнее, ну, позапрошлое, по-моему, дополнение, где ввели создание продукции. Это когда у вас вначале на планетах что-то создавалось и продавалось, а создатели такие решили, так, мало цифр, давайте мы сделаем так. У вас это на планете создается, потом это вы должны обработать в продукцию и только это продать. То есть для меня это очевидная искусственная глубина. Это как бритва Акамы, это множение сущностей. Это микроменеджмент ради микроменеджмента, а не ради глубины и интересности стратегии. Давайте вообще тогда сделаем окончательный микроменеджмент в виде цепочек из ОНО 1800. Давайте это всунем, блин, в Stellaris. Стратегия же еще глубже станет тогда. Но это же стратегия не об этом. У нас есть ОНО, где мы строим цепочки. Вот стратегия о создании производства. А Stellaris про другое. Я хочу быть грибом-фашистом, я хочу, блин, быть лисичкой-ксенофобом, которая уничтожает империю. Или, наоборот, отвратительным, страшным ксенофилом, который тянется к другим цивилизациям, но его не любят, потому что он выглядит страшно. Вот про это должен быть Stellaris, а не, блин, про создание каких-то продуктов из руды. Я уже молчу о том, что пообрезали возможности перемещения по космосу. В общем, сделали стратегию от Paradox Interactive. Играйте в циферки, ребята. Вот вам экселевская таблица, и мы тут еще на нее немножко нарисовали инопланетян. И я еще раз повторю. Я понимаю, что многим людям подобные стратегии нравятся, но эти люди должны и понимать, почему эти стратегии не нравятся другим людям. И называть вот это глубиной, это точно, знаете, оскорблять других игроков и представлять себя этакими эстетами, которые вот мы тут в глубокие стратегии играем, а вы тут в своей детской цифке возитесь, как умственно отсталые. Извините, но я не вижу никакой сложности вот в этих цифрах. Это просто скучно. У меня нет проблем запомнить кучу цифр, перелопатить всю эту информацию и вывести лучшую для себя стратегию поведения в этой игре. Только мне это не интересно. Я не хочу продираться сквозь цифры. А кому-то это интересно. Вот любителям Paradox Interactive стратегии это интересно. Так почему мы должны сравнивать эти игры? Они про разные, они о разном. Это разные механики. Кроме того, мне не нравится подход в их стратегиях, что они слишком многое на воображение игрока оставляют. Улучшилось... Появился новый юнит, в циве это видно, да? А в стратегиях от Paradox это скорее просто другое название. И он стал сильнее на единичку. Но визуально этого не ощущается. Поэтому ты такой «Ага, у тебя просто на единицу сильнее стали юниты». Выходит в Европе универсалис, например, дополнение про священные войны. Было такое, не знаю, напомните, у меня какое-то воспоминание, как будто такое было. И ты ожидаешь там кровавые разборки между религиозными цивилизациями. А на деле у тебя просто какой-то новый казус Белли появляется. Возможность захватить какие-то области с религиозными объектами. И в принципе какие-то вот события, которые тебе будут доноситься текстом. А ты сидишь и вот эту всю эпичность, размах и масштабность себе в голове дорисовываешь. Я не знаю, возможно, поклонники игр от Paradox Interactive мне напишут, что у них то же самое и в Циве происходит. Вот в Циве они этой эпичности не чувствуют, а в Европе универсалис чувствуют. Вот у меня наоборот. Это видео скорее об ощущениях разных. О разных подходах к стратегиям. И я еще раз повторю, зачем их сталкивать? Очень классно, что они существуют параллельно. Вы можете и в то, и в то играть. Отлично. Например, вот сейчас Old World, да, в раннем доступе появился. Очень-очень еще сырая игра, но там есть вот эта надстройка из династий, и она офигенно чувствует себя в пошаговой стратегии. Я больше верю тому, что там происходит, чем подобные же династии в Crusader's Kings. И да, это все проще реализовано в пошаговой стратегии. Действительно проще, но в этом и кайф. В моем представлении механики, интерфейс и так далее, и так далее не должно быть переусложнено. Сложность ради сложности, микроменеджмент ради микроменеджмента. Это должна быть в меру сложная игра для понимания и в меру понятная, чтобы в процессе игры ты стал разбираться. Еще, что очень важно в глобальных стратегиях типа цивилизации, что вы начинаете с минимумом возможностей и развивая свою империю сквозь века, открываете новые возможности игры. В стратегиях же от Paradox Interactive чаще всего вас просто сразу бросают со всеми возможностями, сразу вот эта куча механик, она у вас просто тупо сразу есть и сиди, пользуйся. Я до сих пор помню, как я первый раз запустил Crusaders Kings, просто запустил, посмотрел на карту, посмотрел на интерфейс, подумал, да ну нафиг, ну зачем мне это, зачем мне в этом разбираться. Хотя поклонники Paradox пишут, что еще сложнее для вхождения Victoria игра, там я даже не буду пытаться открывать. И те же самые поклонники пишут, что секрет любви к парадоксовским стратегиям это любовь к географии истории. По сути это цифровые исторические фантастические контурные карты, такие раскраски для взрослых. Я с этим соглашусь. Иногда раз в год приятно запустить стратегию от парадоксов, но покупать вот эти миллион дополнений, которые они выпускают, причем вот я ощущаю, что они игру никак не меняют все равно. Они добавляют ширину ей, но не глубину. Они взяли, переусложнили тот же Stellaris, да. Теперь это стала игра именно для любителей парадоксовской стратегии, но никак не для каких-то новичков, которые хотят познакомиться с стратегией про космос. В этом плане я, конечно, буду больше Endless Space 2 рекомендовать. Или тот же Stellaris до вот этих всех изменяющих патчей. Цива не идеальна, к сожалению. Фераксис просто, мне кажется, специально ее сделали еще легче, чем она есть. Но я, как человек, поигравший в миллион глобальных пошаговых стратегий, знаю, что есть и четвертая Цива, знаю, что есть Альфа Центавра, которой куча-куча прикольных механик. Я вижу, что сейчас делают с Humankind или Old World. И эти стратегии, в моем понимании, сложны и интересны без вот этого наслоения кучи механик парадоксовских стратегий. Но закончу я еще раз фразой о том, что и те, и другие стратегии классные и замечательно, что они есть, что они различны. Я не знаю, зачем требовать от людей играть в парадоксовские стратегии вместо Цивы. Я не знаю, зачем приходить ко мне в комментарии, например, и писать, что Цива — это детский сад, поиграйте в настоящие стратегии от парадоксов, или наоборот, там писать, ребята, заканчивайте контурные карты, закрашивать, поиграйте в нормальные стратегии. Это спор ни о чем просто. Блин, не знаю, как поклонники Металлики с поклонниками Тепишмод, блин, в конце 80-х столкнулись бы. Ребят, заканчивайте это, играйте просто в умные игры и все. В Доту 2, в Майнкрафт, в веселую ферму, в конце концов. Завязывайте с этими стратегиями. А так, спасибо, что дослушали до конца. Ваши мнения, как всегда, хочу прочитать в комментариях, но напоминаю, оскорбления, наезды друг на друга, это я просто сразу баню, у меня всего лишь одна кнопка для этого. Бан тут вообще изи просто. Так что держите себя в руках, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok